Он свалил на себя и нес. К тому же в этот последний год своей жизни он стал быстро сидеть. Но он мог говорить экспромтом на любую тему. Вот о чем его не спросишь, он выдает некий текст, очень глубокий, завершенный, такой, как будто бы он над ним думал долго, вот как раз перед этим. А это вот его особенность, его души, его характера, его способности и так далее. Так вот, если бы отец Александр был жив сегодня, ему исполнилось бы 80 лет. Конечно, постановка вопроса чисто риторическая, потому что его гибель была провинансиальной. Ну, представим себе на минуту, что так могло быть. И тогда возникают другие вопросы. А как бы он жил сегодня? Как бы он себя вел? Как бы он вписался в наши дни? Мы переживаем очень тревожное время. Это время больших испытаний. Вообще говоря, любое время – время испытаний. Но нынешнее особенно. И большинство людей эти испытания не выдерживают. Кто отдался на имперский соблазн, служит идолу великодержави, служит новому культу личности, кто встал на сторону черносотенного национализма, агрессивной ксенофобии. И появилась масса крикливых, доморощенных патриотов. А патриотизм – это понятие абсолютно извращено у нас. Потому что, оказывается, патриотизм – это не любовь к своей родине, а это ненависть к чужим родинам. Вот что такое патриотизм. Идет лихорадочный поиск врагов. А мы знаем, что тот, кто упорно ищет врагов, обязательно найдет их. И оказалось, что мы живем в осажденной крепости. Враги кругом. Но хуже того, они и внутри страны. И их число растет постоянно. Масса людей охвачена ненавистью к не таким, как мы. И эта ненависть растет. Врагом государства стала культура. И то, что происходит, скажем, в фильме «Звягинцева» и «Левиапан», тому подтверждение. Можно сказать, что наступила эпоха торжествующего мракобесия. Вот то, о чем мечтал Петр Верховенский в романе Достоевского, то случилось. Солженицын однажды сказал, что Россия проиграла 20-й век. Как бы она ни проиграла 21-й. Россия не хочет жить в новом тысячелетии. То есть не хочет по-новому жить. И она тащит в 21-й век, век 20-й. И более того, она еще опрокидывается в какую-то древнюю архаику. В общем, мы имеем дело с реальностью, которая нам не нравится, но на которую мы вынуждены реагировать. А как? Есть два способа. Первый. Вести себя подобно трем китайским магазинам. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Это удобно, потому что вот прям это меня не касается, так мне кажется, так я себя уверяю. А кроме того, есть места не столь отдаленные, и нам напоминает, дальше едешь, тише будешь. И мы это знаем, мы это проходили. Второй способ. Быть открытым всем ветрам. Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Todo вот так вот Все, что нам нужно подтекстовывать с древесиной. -